Всем привет! Меня зовут Алика Юрченко и сегодня я вам расскажу о том, как же избавиться от запущенного насморка. Для начала я расскажу, как я его запустила. Да, взрослая, серьезная женщина, веду проекты здоровья, да, и в итоге вот такой вот казус случился. Все очень просто. Я перепутала... принялась вирус за простуду. Сначала у меня дочка покупалась в бассейне, у нее начали болеть уши, конечно, типа, думают, что и вода попала в уши, и из-за этого у нее болят уши. Когда мы пошли к врачу, она писала ей антибиотики, капельки в ушки, ну, за один-два дня у нее все прошло. Когда я начала болеть, спустя несколько дней, я написала то, что я переохладилась на Конгрессе, там очень сильно шарашили кондиционеры, и когда у меня начали боли, причем не в горле, а именно в носоглотке, когда у меня начали пропадать глост, я думаю, о, наверное, я переохладилась. И я начала прогревать, я начала использовать все способы, которые обычно используют при переохлаждении. Это была моя ошибка, потому что этого не стоило делать, на самом деле. Вот тогда мне надо было уже начинать принимать капсулы для лечения вируса, тот же Фаталай Джон. Ну, я решила, что я переохладилась, и то, что у меня вирус, я поняла только, когда у меня начали болеть уши. Когда у меня начали болеть уши, я тут же пошла к мужу и сказала, дорогой, у меня вирус. Ты пока живой, поэтому на тебе вот капсулу чеснока, чесночное масло, Фаталай Джон, вот, начинай пить, чтобы сам не заболеть, потому что нам ехать в Лаос, и болеть нам не очень надо. На складе как раз в тот момент, сожалению, Фаталай Джона не оказалось, поэтому пошли в ближайшую аптеку и купили первый палаш, в который он попал, он оказался. Ну, Антону он помог, он в итоге, я не знаю даже, что сильнее, Фаталай Джон или чеснок, потому что в итоге Антон не заболел. У меня он стал заболеть, но один день он как-то по температуре, вот 3,7 и 5,5 температуры выше не поднялась, и всё, на следующий день он уже был на коробочек, уже всё было хорошо. Мне же уже эти капсулы не помогли. Я начала искать разные средства, чего я только не перепробовала. То, что я перепробовала, я видео, есть у меня очень хорошее видео, где я ужасно просто выгляжу, в ужасном состоянии. Вот. И когда остался один день до полёта, я поняла, что у меня уже не насморк, что у меня уже гайморит. И я дома нашла у себя, когда дело было вечером, уже на складывание смысла нету, я нашла вот такие вот капельки гайморита. Эта баночка у меня валялась давно, она просроченная. Но я всё равно вставила ванное тампоны в нос, из последнего, из остатков этого средства. И я начала, у меня пошло куча всего износа. Да, вот, вы идёте капли, ни в коем случае не делайте на ночь. Потому что было хотя бы за 3-4 часа. Потому что после того, как вы это масло используете, сделаете ватный такой тампончик, промасливается это масло и вставляете на несколько минут в нос. В одну ноздрю, в другую ноздрю. И когда вы это вставляете, после этого идёт бурная очистка носовых пазух. Вот эти вот гайморовы пазухи очищаются, вот эти пазухи, то есть вот всё, всё начинает просто очень сильно течь. И если это сделать на ночь, то вы просто задохнете. Ну, задохнете, не задохнете, в основном будет очень комфортно. Что хочется спать, а вот это вот всё течёт, ну, не очень хорошо. Поэтому эти капли очень рекомендуют делать, капли масла рекомендуют делать на ночь. Но я сделала два раза в ночь, утром и в обед. И уже на следующий день я смогла спокойно полететь, плавать. Вот. С собой я эти капли масла, это я с собой не взяла, потому что у меня его просто не было. Но я с собой взяла масло маренги. Вот, я ещё расскажу вам это отдельно. Дальше. В дорогу я взяла с собой плук хао. Вот, тоже я это начала подключила, пить янанг, янанг у меня уже закончился, уже баночку выкинули. Поэтому я не могу показать. Вот, я начала пить капсулу янанг, но их год уже немного, на складе их тоже не было. Единственное, что было, это вот плук хао. На плук хао, я ей скажу, что у меня прям резко улучшилось самочувствие, потому что уже всё было запущено. Но вот лимфоосия, которая выскочила мне на шею, он начал уменьшаться. Вот. Дальше у меня была проблема с глазами. У меня глаза начали покраснели, из них начало выделяться какие-то гнойные выделения, да. Я сначала использовала кокосовое масло, смазывала прям глаза, очень тщательно, чтобы немножко попадало в глаз. Потому что сначала я подумала, начала рисовое использовать, но на воспалённые глаза рисовое масло, оно щиплет. То есть, так же, как масло маринги. Щиплет, но уже меньше, но всё равно есть такие неприятные ощущения. И вот, пока я была здесь, я использовала кокосовое масло, а с собой лаос я взяла масло маринги. Я взяла масло маринги, так же я отвела себе вот этот бальзамчик, Моу Синг. Та львнос, которые мне жутко не подошли, я их вылила, и на их место я завела вот бальзамчик. То есть, здесь вот бальзам, рыбкий бальзам доктора Моу Синг. И за это с собой, это я закапывала себе в уши, чтобы уже точно всё прошло. Вот. После того, как я уже вернулась, там я, на самом деле, я с трудом выжила. Потому что перелёт туда-обратно, со воспалёнными ушами недолеченными, да, с признанным глиморитом, вообще с общей разбитостью. Ну, это было тяжело, но я справилась. Я смогла пережить это всё. Тоже эти вот капельки я капала себе на корень языка, потому что постилки, они мне не помогают, потому что у меня болело не горло, а выше носоглотка. И когда я уже приехала сюда, я опять слегла, потому что ура, у меня есть время выспаться, у меня есть время отдохнуть. И уже здесь на ночь я наносила бальзам. В идеале, конечно, это имбирный бальзам доктора Моу Синг. Он на восковой основе. Можно использовать тоже на восковой основе бальзам золотой кубок. Он очень хорошо тоже помогает. Вот. Смазывать вот эти вот места, вот эти вот пазухи. На ночь, потому что, когда вы смажете, вы не сможете открыть глаза. Просто вам будет очень больно. Потому что бальзам, он щипит, он щипит очень сильно. И за два дня вот такое состояние разбитости, у меня было после дороги, усталости, боли, вот-вот-вот-вот-вот-вот, я смогла выйти из этого состояния. Можно ещё использовать вот пробник от доктора Ван Пром, компании Ван Пром. Кстати, да, они изменили упаковку, теперь вот их бальзамчики выглядят вот так. Вот я потом сделала фотографию и выложила. Можно использовать белый бальзам, тоже какие-то у меня есть использования, здесь уже немножко совсем чуть-чуть осталось, что я его часто использую на разные вещи. Вот. Вот это вот новое тоже, когда я приехала, тоже мне привезли новую упаковку масла гайморид. И я тоже делаю два раза в день, нос уже дышит обе ноздри, но всё равно осталась какая-то вот такая лёгкая заложенная, здесь чувствуется вот, поэтому я ещё решила несколько дней поделать тампоны ватные в нос, чтобы полностью всё очистить. Ещё дополнительно я, когда у меня начали болеть уши, я начала использовать, сейчас тоже коробку выкинули, показать не могу, чай ИСИ Формула 2, такая зелёненькая коробочка. Когда много лет назад у меня начали болеть уши, мне ничего не помогали, даже антибиотики, я начала передачать, и за 5 дней я убрала вот эту дикую боль в ушах. Сейчас вот тоже, когда у меня начали болеть уши, мне муж говорит, ну всё, поехали к врачу. А я понимаю, что если я сейчас поеду к врачу, мне выпишут антибиотики, а если мне выпишут антибиотики, я превращусь в овощи. Нет, серьёзно, у меня такая реакция антибиотики, и при приёме антибиотики меня на неделю просто отключает. Я не могу ходить по беспосторонной помощи, у меня дезориентация в пространстве, и ровно неделю пребываю в таком состоянии. А так мне надо было опять в Лаус, и всё-таки я там нужна была адекватная, чтобы как-то и с ребёнком заниматься, и визу ребёнку сделать, и всё остальное. Я отказалась от антибиотиков, и я начала опять пить этот чай. Вызвало, конечно, недоумение у мужа, что как при простуде может помочь словительное средство, но этот чай, он снимает воспаление, он снимает такие острые воспалительные реакции, и буквально на второй день к нему чая, плюс закапывание в уши жидкого бальзама MoSing, у меня ушла сильная боль в ушах, и осталась просто такая лёгкая заложенность. Вот. Я хочу пожелать всем, чтобы вы не запускали свой грипп до такого состояния, чтобы вы вовремя отслеживали вирусную инфекцию и быстро и эффективно с ней справлялись. Но самая важная, конечно, профилактика. Прошлые эпидемии гриппа прошли вообще мимо меня, потому что я пила капсулы чеснока. Но капсулы чеснока, они разжижают кровь. Я пила их в другую целью, пила в ударной дозировке, я хотела их проверить как антипаразитарку, сработало, кстати. Я пила две капсулы утром и вечером масла чеснока, и поэтому у меня, когда я пошла к стоматологу, она начала мне проверять зубы просто от того, что натыкало мне в десной инструмент, у меня тут шла кофе. Говорит, ой, что у тебя кофе очень жидкое. И я приостановила пить капсулы, решила сделать перерыв, и вот во время этого перерыва как раз всё и произошло. Так что если вы хотите предотвратить эпидемию гриппа, если вы хотите не заразиться, по одной капсуле в день масла чеснока хватит для того, чтобы держать себя на каком уровне, чтобы просто не заразиться. Когда капсулы масла чеснока, они любят вам поймать этот вирус гриппа. Сразу же его убьют на корню. Так что вот, если вы хотите предотвратить развитие гриппа, если вы хотите иметь под рукой эффективное средство, заказывайте уже сейчас.